День открытых дверей Как у меня получится или нет. Вообще я люблю заниматься цветами. Ежедневно Центр социального обслуживания «Вера» посещают более 50 человек, но руководство учреждения считает, что нужно активнее знакомить людей с работой центра. Сегодня мы проводим День открытых дверей на базе нашего учреждения, когда любой гражданин вправе прийти в наше учреждение, привезти свою маму, привезти своих детей, посмотреть, какие специалисты у нас работают, какие направления работы мы ведем. А направлений действительно хватает более 15 и постоянно внедряется что-то новое, в том числе и в соответствии с губернаторской программой «Активное долголетие». Молодцы! Спинка прямая. Тренируют здесь и мозговую деятельность. Занятия по развитию памяти и внимания одни из самых популярных. Каждый урок посещают 10-12 человек. У нас логические такие задачи, потом интеллектуальные игры бывают, и они довольны. А в соседней комнате звучит иностранная речь. Здесь проводят уроки английского языка. Мы поиграем с вами в игру. Представлены на дне открытия дверей были и лечебно-реабилитационные программы – массаж, занятия с логопедом и психологом. Что будем рисовать сегодня с тобой? Я в том. Отлично, давай. Так, работаем с песочком. В общей сложности отделение Центра Вера в Развилке и Видном в этот день посетило около 80 человек. Одна из основных задач Дня открытых дверей – показать, что Центр Вера не только предоставляет помощь людям с ограниченными возможностями здоровья или пожилым. По сути, это уже полноценный культурно-оздоровительный центр, работающий со всеми возрастами и готовый предложить всем желающим самые разнообразные программы. Все участники акции могли оставить пожелания по работе Центра Вера. Все они будут учтены и, может быть, станут поводом для появления новых обучающих или реабилитационных программ. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видно этого. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин.